Пенсионные накопления казахстанцев, инвестированные в Международный банк Азербайджана, будут возвращены. В этом уверен депутат парламента страны Вахит Ахмедов. Напомню, Единый национальный пенсионный фонд Казахстана вложил в банк, находящийся сейчас в критическом положении, значительную сумму. Когда решится вопрос о выплате долга, выясняла наш корреспондент в Баку Шафат Алиева. Процессы, происходящие вокруг самого крупного банка страны, Международного банка Азербайджана, больше всего коснулись интересу зарубежных кредиторов этой финансовой структуры. По официальному сообщению, именно высокие выплаты по процентам, девальвация моната стали причиной потерь банка, который прошлый год завершил убытком в размере более 3 миллиардов долларов. Объявленная банком добровольная реструктуризация долгов перед зарубежными кредиторами, в числе которых Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана, предусматривает передачу долга банка государству. Как сообщил в интервью нашему каналу представитель Палаты по контролю за финансовыми рынками Руфат Аббасов, план по погашению долга будет представлен кредиторам 23 мая в Лондоне, где они получат ответы на все свои вопросы. В банке же отмечают, что на встрече будут обсуждены условия и сроки возвращения долгов государством. Что касается формы возвращения средств, по заявлению Министерства финансов, предусматривается выдача государственной облигации в иностранной валюте. В 2015 году для подготовки к приватизации Межбанка с участием соответствующих структур был начат процесс оздоровления. На первом этапе были выявлены как внутренние, так и внешние долги банка. Государство и в том числе нефтяной фонд также оказали помощь для погашения проблемных активов. Фактически в настоящее время Межбанк является государственным, но еще не приватизирован, а только идет подготовка к этому процессу. Поэтому и начата реструктуризация внешних долгов. Государство в последние два года уже приобрело у банка проблемные активы на сумму почти 6 миллиардов долларов. Международные агентства уже понизили рейтинги банка, что, по мнению руководства банка, считается нормальным в таких ситуациях. Государство является гарантом этого банка, поэтому ни в Казахстане, ни в других странах для беспокойства нет серьезных причин. Если найдутся необходимые средства, то наверняка зарубежные долги будут погашены за счет средств нефтяного фонда. Казахстан – значимая для Азербайджана страна. Не думаю, что средства пенсионного фонда Казахстана будут потеряны, потому что эти долги будут возвращены как обязательства государства. В самом банке считают, что предпринимаемые меры по проблемным активам и зарубежным обстоятельствам скоро поможет восстановить уровень капитала банка, вернет ему потерянные рейтинги. А пока 37 зарубежных кредиторов, в том числе Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана, ждут лондонской встречи, где смогут получить ответы на все свои вопросы. Шафа Галиева, Ишан Шакбалаев, Шхабар, 24, Азербайджан, Баку.